Мухаммад, приветствую тебя. Расскажи, пожалуйста, как твое здоровье? Приветствую тебя тоже, Владислав. Не очень хорошая обстановка, на самом деле, лично для меня. Сейчас очень тяжело, нервничаю. Ну, завтра у меня где-то в 9 утра будет операция. Будут ставить титановую пластину, чтобы кость срослась. Раньше были спицы, сломалась та же рука, которая была сломанная. Неудачный спарринг ударил по голове в том состоянии, когда был усталый. Последние 20 секунд осталось до конца 5 минутки на спаррингах. С коротким тяжелым стоял. И вот так вот все сложилось неудачно. Сейчас нервничаю, вышел, подвел лигу. Болельщиков неравнодушных, равнодушных, короче, всех, короче, кинул, можно так сказать. И сейчас не только мне тяжело в этой обстановке. Надо было заработать, кормить семью, можно сказать, сейчас и не заработал. И без денег теперь будем дальше мотивированы, голодные, двигаться к своей цели. Скажи, пожалуйста, а как лига отреагировала на ту травму? Пыталась ли она подождать в надежде, что все восстановится? Нет, там несколько дней принималось решение, принимали решение руководство. На самом деле я уже, чтобы не подвести лигу, был готов выступить сломанной рукой. Заморозить, выйти, что будет, то и будет. Ну, мне не настолько эта рука нужна была. Я, чтобы недоценки, чтобы это будет неправильно с моей стороны, если я сейчас буду говорить, что я Корнилова в легкую выиграл бы, парень готовился, я не могу искать сейчас легкие пути. Но я скажу так, что Корнилова для меня хоть сломанной рукой, он для меня не являлся таким бойцом, чтобы я не смог бы его выиграть. На самом деле, если у меня функционально я могу дышать, да, рука меня где-то останавливала бы, но я знаю, что как надо было его выиграть. И я знаю, мой темп именно борцовский, он не вынес бы его. На самом деле, задержать его возле сетки можно было бы бить столько, сколько мне надо, именно с колен, именно с руки, с локтя, все что угодно можно было сделать, что по кайфу, потому что человек реально не умеет бороться. А у него сейчас будут мысли, да, ты там попробовал, да. Просто это вопрос времени. Вопрос времени, пока у меня завтра будет операция, и я вылечусь, и я вернусь в строй, в клетку. Мы будем готовы к любому исходу. Победа или поражение, без разницы. Ну, я знаю, что я до конца, до талу буду идти к своей цели. Это моя уверенность, пусть там, блин, это хейтеры, честно сказать, я вообще комментарии не читал, но пришлось, просто зашел после всей этой ситуации, рука сломалась, просто копался, смотрел видео всякие, там, закидывали. Блин, я не знаю, как этим людям угодить, на самом деле. Никак. Вообще, походу, вообще грязью обливает, что я такой, там, касается и честь, все что угодно. Просто я удивляюсь именно, откуда у людей столько злости, на самом деле. Да здесь-то у нас бизнес, да, какие-то дела мы делаем, там, работа у нас, это такая, да, там, разделяем клетку, остается, там, дальше какое-то уважение, отношения, там, с спортсменами, там. У нас не будет такого, что, если я проиграл Гончарова, у меня нету сейчас к нему непривзятого такого отношения. У меня нормальное отношение, увижу его, пожму руку, обрадуюсь, давай сядем, покушаем, там, нормальное отношение, да, хоть мы, там, выступили, он меня выиграл, я его выиграл, там, где-то есть сравнение, там, ну, блин, эти люди, что творят, что делают, я чуть-чуть не понимаю их, такие глупости пишут, на самом деле. Это, я считаю, а кто, там, меня, там, где-то, что-то, там, недолюбливают, ну, я не знаю. Мне кажется, что, понять, надо в моей шкуре побывать им, да. Да, столько труда здесь, столько разговоров, столько этих, там, понятия у людей в последнее время очень какие-то непонятные стали, тяжелые, нету понимания друг друга, вообще, я не знаю, к чему это все идет, что вообще происходит, на самом деле. Я всегда раньше думал, какая-то в этой жизни есть какая-то справедливость, но я для себя сейчас убежден все сто процентов, что нету справедливости. Ее нету, реально нету. Расскажи, а как принималось решение о твоем лечении? Где, кто и так далее? Очень долгий, тяжелый путь был, 13 часов летел на самолете, потом в 6 вечера ждал до часа ночи в аэропорту, чтобы до Грозного долететь. С Грозного на следующий день выезжаю сразу в Ростов-на-Дону. Прямо в Таиланде договаривался с врачом, что я приеду, мне можно ли там, чтобы он меня прооперировал. Есть такой Антон Владимирович, на «Б» начинается фамилия, 20-я горбольница, что ли, в Ростове-на-Дону. Человек работает, договорились заранее, по приезду я жду вас, он пишет мне, я выезжаю, еду, еду к нему. В Таиланде прооперироваться у меня не получилось, потому что мне там рассказали ребята, которые уже оперировались, какие были у них ситуации, очень тяжелые, там бактерий очень много, и там 100 тысяч бат у меня попросили прооперировать эту руку. А это 260 тысяч, что ли, там нашими рублями, потому что у меня страховки нету. Короче, ситуация такая, приехал, еду туда, с семьей так толком не успел, ночью приезжаю, на следующий день выезжаю, увидеться, ничего, на операцию. Ну, человек говорит, да вот, там, сегодня не получишь, завтра приезжаю, послезавтра с ним встречаюсь, через два дня снимаю в суточную квартиру, долгая дорога. На третий день встречаемся, он мою там руку пощупал. Сдаю якобы такие-то, такие-то анализы. И, блин, там анализ на этот... На кровь? Нет, там вообще на кишечник, там какие-то непонятные анализы для меня. Я говорю, ну, послушайте, я говорю, Антон Владимирович, я говорю, при чем здесь рука моя и кишечник? Я не понимаю. А он говорит, это якобы регламент нашей больницы. Типа навязывает мне, я с ним договариваюсь прямо с Таиланда, что мне нужно прооперировать, там, определенные какие-то анализы, все прооперировал. Но он выдвигает мне регламент, потом выдвигает мне пластину, надо, там, левую пластину, если я покупаю, я там не могу, там, и по медицинскому полюсу вас, хоть я и не просил по медицинскому полюсу. Да я говорю, я готов, я говорю, и оплатить, и пластин мне нужно. Чем быстрее рука заживет, тем для меня же это будет, вас посоветовали мне, как бы, как лучшего, как хорошего врача, там. Он говорит, хорошо, давай, давай, короче, в пятницу, короче, в операционную сдай такие-то анализы. И вот это весь процесс длится целую неделю, получается. Я, короче, четверг сдаю анализ, чтобы уже мне анализы отправили 12 часов ночи, сверхоплаты инвитро. Сдаю эти, короче, анализы. И получаю результаты анализов, короче, со сайта, скачал анализы, отправляю ему с инвитро. Он говорит, якобы у вас кровь, типа, жидкая. Он мне на мои сообщения не отвечает сначала. Там, говорит, чуть позже отвечу, и там целый, там, полдня проходит. Потом отвечает, там, что-то коротко. Напишет, там, по делу, именно по моей руке человек, как бы, я просто так и не понял, у него какие позиции в жизни, да. Человек приехал сдалека, там, договорился заранее. Он затягивает этот вопрос, затягивает, затягивает, хоть бессмысленно затягивает. Настало время пятницы, я ему утром уже у него должен быть, я отправляю ему анализы, он мне говорит, да вас, типа, жидкая кровь, я не могу вас на операционный стол взять. Блин, я думаю, такой путь проделал, с такой усталостью. Тринадцать часов там, в самолете, три часа там, в аэропорту, усталость такая, нервное состояние. Но за эту неделю выспался, вся ситуация, но все равно жду этого момента, да, там, чем быстрее, тем в строй, в строй. Человек просто, можно сказать, скинул меня. Потом я ему отправляю сообщение, послушайте, я говорю, Антон Владимирович, но ситуация такая, вы не готовы меня там откапать какие-то, чтобы я пропил какие-то лекарства, восстановить, прооперироваться, там, как-то подвести, подготовить. Я же ни от чего не отказываю, от денег, там, ему заплатить, там, я не знаю, какое-то отношение человек проявил, я так и не понял позицию этого человека, да. Я жалею в том, именно процесс такой, что наш врач, есть Мухаммад, врач клуба Ахмад, первый же день, когда я руку сломал, он выходит со мной на связь, говорит, Мухаммад, по приезду я тебя жду, если ты домой едешь на операцию, у нас есть врач, есть пластина, есть, быстро поставим, скинь снимок, я ему скидываю. Говорит, я тебя жду, надо срочно оперироваться, не затягивать, надо, чем быстрее заживет рука, чтобы ты в строю был. Ну, полностью меня, как бы, поддержал во всех отношениях, да. Я ему говорю, там, по приезду тот человек говорит мне, я тебя жду, там, вот такая ситуация, туда-сюда. Я просто доверился своим друзьям, что мне, там, посоветовали такого космического врача. И якобы, я ему звоню Мухаммаду, я говорю, вот такая ситуация, брат, хочу туда поехать, прооперироваться. Поехал, не очень хорошая ситуация сложилась. Обратно, вот такая ситуация, тут же, ночь, пятницу, я ему звоню, говорит, возвращайся быстро домой, и все будет четко. Ну, у нас сейчас обстоятельства два дня сложились такие, что пока я анализы сдал, и пластину пока заказали, ту же пластину, которую тот хотел мне врач поставить, пока она с Москвы приехала, вот сегодня она прилетела, получается, завтра будут уже оперировать. Что хочу сказать в целом, да, клуб Ахмад, блин, честно сказать, я даже такой совет дал бы своим братьям, чтобы они не допускали ту ошибку, которую я допустил. Вот твой клуб тебя поддерживает, надо полностью довериться нашим врачам. И я это понял, когда уже зашел в нашу больницу, первую горбольницу, да, по шейха Али Митаева, если я не ошибаюсь, и я понял, настолько такое ответственное, правильное, хорошее отношение, каждый заходит, каждый интересуется, каждый спрашивает, какие анализы, что такое отношение, прямо за анализы ничего платить не надо, ни за что, просто у тебя берут, просто направляют. Настолько такое хорошее отношение, блин, да я не знаю, прямо в душе так спокойно стало, до того такое хорошее отношение, реально вот, не знаю даже, как это выразить, я им так благодарен, чтобы им и Всевышний был доволен, и чтобы они больным людям помогали, и чтобы у них всегда у всех было и здоровье, и у их близких было здоровье, я только хорошее желаю для наших врачей, прямо я, честно, очень доволен. А сейчас, дома вот завтра движуха будет. А ты видел подкасты чести Антона Визигина и Евгения Гончарова? Я скажу так, я видел, Языкин там говорит, якобы, если я там, Асланбек ему вопрос задает, там якобы ты... А вот реальная ситуация, условно, Вахаев стоит перед тобой, и свой кулак тебе подносит к лицу, и говорит, я разобью твое лицо. Я не позволю этого сделать. Вот я хочу это услышать, какими-то твои... Ну можно же решить, решить же, не обязательно бить в ответ, так скажем, ну можно просто оттолкнуть, как минимум. Отреагировать? Конечно. Ну как бы, ну зачем сразу драку начинать? Типа, это часть нашей работы, это не было такого, чтобы я не уважал там Пономарева, там тот момент, вообще такого момента не было. Это часть нашей работы, в первую очередь. Потом, просто я не хотел, чтобы он глазами таращился на меня, как первый день. Мы это обсуждали, как-то опять он начал эту бычку, включил, вот так вот все сложилось. Ну, это человек такой, надо принимать человека, какой он есть. И ситуация такая сложилась, что с Пономаревым, он выставил, типа, был в Тайланде, типа, теперь всех готов был там пораскидать, всех сломать, а теперь, типа, травмировался, типа, ну как бы, чуть-чуть я там где-то пробалаболился, да. Ну у меня в жизни такая ситуация сложилась, сломал руку, непредсказуемо, он тоже там сломал руку, ногу, то есть, не может выйти. Ну мы с ним, я ему позвонил, честно сказать, огорчен был, чуть-чуть свою ситуацию, чуть-чуть злой, позвонил, обсудили всякие моменты, ему не нравится то, что я там за него всегда его там мешком называю, там где-то друг друга повысказывались, но я скажу так, как спортсмена, как человека, я его уважаю, я ему дал слово, что я за него никогда в жизни больше плохого ничего не скажу, реально, просто реально не хочу, да, это человек такой, ну, прямо прет у пацана, да, реально, ну, я ему желаю крепкого, хорошего, здоровья, благополучной, семейной жизни, чтобы его и родители любили, все люди любили, и уважали, и поддерживали, только добра желаю ему, реально, вот как-то я спустил эту ситуацию, ну, хочу так, да, ну, я надеюсь, у этого парня будет все в жизни хорошо, реванш он захочет со мной, ну, как хорошему спортсмену, как крепкому парню, я дам ему этот реванш, без проблем, побьет он меня, побьет, побью я его, побью я его, ничего вот такого там, зазорного, ничего нету, все нормально, двигаемся дальше, никаких проблем, а по поводу Языгин, говорит, типа, если кулак тебе преподнесли бы, что-то, по-любому я там толкнул бы, я по-любому там, так смотрю на человека, там, чуть-чуть, добрый парень, да, ну, чуть-чуть там свои мысли, там, у каждого спортсмена, когда он выходит бегать, там, есть мотивация выиграть, уверенно двигается, уверенно говорит, ну, он не с тем парнем разговаривает, не с тем парнем сидит, напротив Гончарова, я его знаю, я с ним не раз разделял клетку, и симпатия полностью, предпочтение отдаю Евгению Гончарову, держу за нему кулаки, я хочу, чтобы именно за его, вот это мягкое, доброе такое высказывание по отношению ко мне, хочу, чтобы Гончарова ему должен был тогда за титул драться, я с многими бойцами, был чемпионом, и трилогия была бы намного интереснее, да, ну, Языгин, я не знаю, такое отношение, я считаю, он не заслуживает этого, Женя, просто его многие не знают, на самом деле, он очень, очень сильный физически, и до конца идет, вот это его, вот это характер, он и бьющий удар, и как будто камнем тебе стучат по лицу, да, реально, пацан жару дает, но единственный его соперник, который его накажет, который отправит его на пенсию, это я, это просто вопрос времени, то есть у него сейчас конкурентов не осталось в гран-при, для него теперь это все просто, Корнилова вообще ему не соперник, я так скажу, они когда выйдут с ним на бой, тогда они поймут, Языгин, да, он крепкий, габаритный, есть мощь присутствует в этом парне, нет сомнений, до конца будет идти, но Женя, если он в той форме, который выступил со мной, я считаю, что Языгин для него, для него это небольшая проблема, потому что Языгин не такой боец, чтобы он одним жебом бил, и чтобы он нету такого, чтобы он нападал, навязывал, бросал, переводил, ничего такого, что функционального, чтобы он его посадил, в нем нету ничего такого. Ты говоришь про Языгина и Корнилова, списываешь Адама Богатырева? Адам Богатырев, Адам Богатырев, очень долгий, простой у парня, на самом деле, очень хороший боец, хороший человек, наш брат, но долгий, простой, он все равно сказывается, травмы, личные какие-то жизни, дела, я понимаю, что он сейчас голодный будет, но психологически будет, мне кажется, чуть-чуть тяжело, пяти раундовый бой выйти, но это как бы на руку, это Корнилову, я считал для меня Корнилову очень такой подарок жизни, да, но получается обратная ситуация, как чуть-чуть Корнилову повезло сейчас в этой ситуации, потому что Адам, он стоечник, в основном он стоечник, но я думаю, Адам ему не подарит, по-любому, но я болею за Адама, на самом деле. Кстати, а Бактарев говорил мне, что он не хотел бы встречаться ни с одним из Вахаевых. Ну, мы, этот, ну, мы там, как любые спортсмены, встречались в одном клубе, клуб Ахмад в Толстой Юрте, тренировались, вместе кушали, купались, жили, там, у нас такое хорошее отношение, всегда братское, всегда, и здесь Адам не хочет разделять клетку, я понимаю, если какие-то спортивные интересы, все равно он там по-братски там понимает, что мне, допустим, если у него, у меня есть хорошие братские отношения, и выйти там, бить его жестко там, вырубать, прямо тушить его, у меня этого не получится, я уже буду предосмотрительный, буду хоть сам пропускать, у меня есть такая ошибка, я на спаррингах тоже, там спарринг-партнеры, зная, что они мои друзья, мои знакомые, мне надо аккуратнее быть, и всегда бывает, я получаю от них, меня всегда стучат, потом я обратку даю, и в итоге у нас спарринг переходит в драку, а так друзей не потерял после драку? Блин, честно скажу, я сейчас очень разочарован, я очень много друзей потерял сейчас, вернулся домой, реально я в шоке, меня все оставили, единственное, сегодня созвонился с президентом Абузаидом Весмурадовым, с клубом, президентом клуба Ахмад, честно, поддержал меня патриот, говорит, вот ты неправильно поступил, это все неправильно, ты так не должен был поступить, ты должен был быть осторожным, но, в любом случае, он говорит, все будет нормально, дальше надо тренироваться, поддержал меня, хоть мог бы отругать, ну отругал чуть-чуть, но его ругательство, это для меня, это чисто такое приятное, то, что он внимание такое обращает, хоть ругает, хоть поддерживает, это человек, который, хоть три часа ночи я ему набираю, он всегда на связи, всегда поддерживает, во всех разных других, много, которые даже не касаемо спорта, вопросов, всегда поддерживает меня, я ему искренне, честно, благодарен, не только меня, всех спортсменов нашей республики, на всех внимания обращает, всех поддерживает. А скажи еще про травму, так понимаю, если это условный рецидив, то опять это полгода где-то восстановления? Есть наш брат мой, хороший близкий брат мой, Ахмед есть спортивный врач, очень хороший, наш же земляк, чеченец, и есть Алексей Юрьевич, это другой врач мой, Краснодарский, ну, СВО, он сейчас на СВО, там помогает нашим военным, у меня два врача, которые, они мне все время говорили, надо, хоть зажила, надо колоть гормон, сесть на правильное питание, там, чтобы быстро, там, чтобы быстрее все зажило, ну, чуть-чуть не послушал, но сейчас буду все делать, то, что мне говорят, я думаю, я быстро восстановлюсь, и буду в строю, через два месяца уже, побольше буду внимания делать, на то, что руку правильно ставить, правильно бить, и локтем заходить, там, буду чуть-чуть менять ситуацию, вот, Хизрио, Асхаб, есть UFC, который сейчас бой не получился, я помню, он руку себе так же сломал, он был стоечником, передняя рука, у него всегда была левая, правая бил задней рукой, он таким бойцом был, потом, он когда сломал эту руку, он перешел, поставил правую руку впереди, как джеб, и начал бить левый, задний, и он все время сейчас дерется вот так вот, короче, по хорошим желаниям, можно, я думаю, все, были живые примеры, можно сделать все правильно, все, подойти к всему правильному, ну, сейчас есть мотивация, есть голод, есть все, чтобы идти к своей цели. Еще такой момент, Асланбек Бадаев назвал твое имя, когда я попросил его назвать бойца в Лиге ИСИ, которого можно поставить в пример другим спортсменам в качестве раскрутки своих боев. Имеет ли это для тебя какое-то значение, что твою работу так оценили? Да, мне приятно, Асланбек мне все это время говорит, мы это обсуждали, с Асланбеком, это как вице-президент, есть менеджер Хасан, обсуждали и с Асланбеком, и с Хасаном, что если они меня настолько хвалят, давайте я попробую уже двигаться в том направлении, быть полезным для Лиги ИСИ. Это решение будет сейчас принимать Майрбек Васиев и Яценко. Они примут это решение, я готов быть полезным для Лиги, не только в боях, а именно как бы именно мои мысли, какие есть именно про бойцов, какие они есть, что они могут дать, что они не могут дать, чем они могут порадовать, ничем, но вообще по сути, что вообще, я думаю, у меня получится, я хотел бы, если меня хвалят, такие опытные, достаточно, то, что в ММА, в мире ММА, они находятся ни первый, ни последний день, и поэтому мне хотелось бы попробовать. А кого ты считаешь таким бойцом, от которого ИСИИ получает максимум отдачи? Это я. На самом деле, я знаю, что я делаю все для того, чтобы получить эту отдачу. Я это делаю всей душой. И я знаю, что у меня это получается. Потому что я вижу, что зал, в моем выступлении, зал бывает полный. Я затягиваю этот хейтерский интерес, который и равнодушный, и неравнодушный всех могу затянуть. Не именно красочными какими-то там, не знаю, боями. Именно вот это, интервью этот. Есть Али Исаев, Мухаммад Керимов, Базигит Атаев. Они говорят, Мухаммад, нам не столь важно твое выступление. Блин, твое интервью выйдет, я до конца ни одно интервью не посмотрю. Твое смотрю, мне так по кайфу бывает тебя слушать. Ты такие вещи можешь там понакидать. Давно не разговариваю не с Абагизитом Атаевым, не с Али Исаевым. Может тоже повод позвонить, узнать, как у них дела. Базигит, все еще нет. Можно, можно. Почему? Алишка уже такие, реально сказать. Рашид Юсупов, Али Исаев, Мухаммад Керимов, Базигит Атаев. Это очень правильные ребята, которые никому зла не желают. Всегда поддерживают, всегда чем смогут, тем помогут. Это вообще, я не знаю, только хорошие можно зайти. Просто если я один раз с ними столкнулся бы, ситуация была бы там, один раз, я не знаю, ну, как сказать, один раз на сборах, два раза на сборах, три раза на сборах, если была бы такая ситуация. Нет, у меня уже раз, десять, и бывает же, человек допускает какую-то ошибку, где-то не поддерживает. Не было ни разу такого, что настолько порядочное, что реально только хорошее могу сказать. Ну, многим не нравится моя правда. Многим она не нравится. Ну, у меня есть свое мнение какое-то, ну, я думаю, за, блин, я сейчас перестал думать о мнении, уже до того я пережил эту жизнь какую-то непонятную для себя. Хоть людям это покажется, я сейчас что-то там накидаю, нет, я настолько тяжелую жизнь прожил, что пережил и прожил, хоть мне 34 года сейчас уже, да, настолько было в моей жизни столько таких ситуаций, что уже мнение людей я как-то перестал слушать. как-то я хочу быть полезным для себя, полезным для тех людей, которые окружают меня. Я понял, вот после, как сорвался мой бой, кто настоящий друг, кому правда нравится, кому она не нравится. я как бы уже для себя определился, что реально мои настоящие друзья это мои односельчане, да, реально. Приехал я победителем, не приехал я победителем, всегда поддерживаю. Неважно, какой ситуации, они потому что знают меня, зная мой характер, многие там бывают, слышу со стороны где-то кто-то недолюбливают, но не всем же меня тоже любить, правильно? Ну да, это не тысяча долларов, чтобы ты всем нравился. Да, но я их всех люблю, всех своих односельчан, всю свою республику, всю Чечню, всех я люблю, вот всю Россию, всех людей на свете люблю. Только добра могу пожелать всем. Блин, я так на самом деле устал от этих всех вот этих моментов, интриги, вот эти вся вот это переломы жизни какие-то, случаи всякие, так, столкнулся уже реально, я сам один и мне приходится тянуть сейчас свою семью и мне на самом деле очень тяжело, но я не сдамся, до конца буду двигаться, до конца к своей цели.